Нерюнгринский район с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дьячковский. Он возглавил делегацию, которая провела выездное совещание. Гости ознакомились с горно-обогатительным комбинатом компании «Колмар» ключевого предприятия «Тор Южная Якутия». Посетили разрез Нерюнгринский, Якутугля и профессиональные образовательные учреждения района. Тамара Игнатьева продолжит. Несмотря на то, что по всей стране количество трудоспособного населения снижается, возможность изыскать трудовые ресурсы в республике есть, заявил Алексей Дьячковский. А для подготовки квалифицированных кадров необходимо взаимодействие правительства республики промышленных предприятий и непосредственно учебных заведений. Во главе угла – дуальность, то есть практикоориентированность обучения. В Нерюнгринском районе больше востребованы горные специальности. Только с начала текущего года компания «Колмар» трудоустроила 134 нерюнгринца и 17 специалистов из 10 районов республики. В перспективе у компании работа не только с углем. На территории Денисовского бока запланировано строительство современного завода по ремонту горно-шахтного оборудования. В чем у них будет создана база по ремонту техники для открытых горных работ. Весная компания приступит к вывлению скважины и будет добывать минеральную воду. Технический институт, филиал СВФУ и Южно-Якутский технологический колледж – это качественная база подготовки кадров для промышленных предприятий. ЮАЭТК – одно из передовых и крупных в республике среднепрофессиональных учебных заведений. У нас сегодня по госзаказу обучается 1608 человек. И на сегодняшний день, то есть на первый квартал текущего года, 383 слушателя многофункционального центра прикладных квалификаций. То есть мы сегодня говорим фактически о двух тысячах человек, которые одновременно проходят обучение на базе нашего учреждения. По итогам обсуждения подписаны соглашения и дорожные карты между Госкомитетом по занятости и крупными предприятиями – Колмар, Якутуголь, Эльгоуголь, где озвучены конкретные цифры и квалификационные требования к специальностям, в которых будут нуждаться эти предприятия. Сегодня это серьезный вызов и задачи перед Госкомитетом, перед правительством республики, чтобы подготовиться, ну, во-первых, найти эти кадры, а потом подготовиться, то есть, чем образом, и обеспечить трудоустройство. Здесь, понимаем, что много будет проблем, подводных камней, но в целом мы по этому пути должны идти и должны идти очень быстро. С созданием территории, опережающего развитие Южной Якутии, в Нерингринском районе открылись новые перспективы для трудоустройства местных жителей, а также специалистов и рабочих из других районов республики. С учетом реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, потребность в квалифицированных кадрах будет только возрастать. Тамара Игнатьева, Ая Ламосов, НВК СХ, Нерингрей.